Краснодарцы смогут быстрее определиться, хотят ли они отдавать деньги в региональный фонд капитального ремонта или открыть собственный счет. Это касается ТСЖ и ЖСК. В жилищном кодексе и краевом законодательстве появились изменения. Об этом сегодня стало известно на выездном заседании законодательного собрания края. Теперь, чтобы принять решение о вступлении в фонд капремонта или о создании собственного счета, достаточно решения всего половины жильцов многоэтажки. Раньше должны были проголосовать две трети собственников квартир. Сделать это в установленные сроки было сложно, потому что до сих пор многие дома не создали свои счета и их деньги автоматически теперь уходят в региональный фонд. Однако многие краснодарцы, которые живут в новостройках, отказываются платить за ремонт чужих домов. Планируется, что нововведение в законодательстве поможет ТСЖ и ЖСК быстрее определиться с выбором. Кроме того, работа фонда капитального ремонта станет прозрачнее. Региональный оператор должен будет указать точные сроки работ, отчитываться перед жилищной инспекцией и размещать всю подробную информацию в интернете. Жильцам, которые не установили в своих квартирах приборы учета, будут штрафовать на тысячу рублей. Однако эта мера краснодарцам не грозит. Более 90% горожан установили электро- и водопроводные счетчики. Есть одна тема, которая сегодня, безусловно, волнует всех, и она должна разрешаться ускоренными темпами. Это оснащение домов приборами учета тепловой энергии. В целях бесперебойного обеспечения жителей города ведется постоянная работа как с ресурсоснабжающими организациями нашего города, так и организациями, осуществляющими управление на территории города. Но я думаю, что сегодняшний разговор поможет нам и в решении этого вопроса. Приборы учета на системах отопления появятся в этом году почти в 500 домах. Обсудили на совещании рост тарифов на ресурсы. Уже известны изменения в ценах за холодную воду. К июлю тариф вырастет на 14,5%.